приветствую вас друзья наконец-то мы с вами встретились в нашем первом баги туре 2024 года дюна 2 мы посетили южно-казахстанскую область а именно пустыню козелкум прилетевший им кент мы сразу же заселились гостиницу и хорошенечко выспались утром во время завтрака мы познакомились с новыми участниками клуба однозначно ожидаю экстрим и абсолютно новые эмоции и ощущения потому что я же первый раз участвую в такой экспедиции сами завтра и которые вам которые во многом противоположность козыстана маленькая страна полностью освоена просторов практически нет и особенно пустыне нет после отличного завтрака мы отправились на инструктаж самое главное в первую очередь мы сейчас грузимся и едем где-то часа три на машине до точки старта разгружаемся садимся на машины и 150 километров до точки финиша и вот мы уже на точке старта салам алейкум всем привет первый участок где-то километров 20 по бахчам нужно аккуратно потому что есть арыки ирригация и так далее поэтому дорог много не запутаться самое главное чтобы вы не терялись в треке во время подготовки мы обнаружили местного жителя последние минуты подготовки и в путь стартовали мы от населенного пункта как же ты за сегодняшний день нам необходимо преодолеть 150 километров но при этом нам нужно еще заскочить пару крутых и замечательных мест первая точка нашего маршрута это высохшее русло реки сырдарья образовалась она в результате тектонических подвижек 2200 лет назад мы в пустыне время пробега по пустыне у одного из участников баги перешла в аварийный режим и мы вынуждены были остановиться ванныш прием в этот раз что-то вот прямо прям такой был прям сильнейший звон как знак прям с небес что вот надо типа ехать спокойно и вот мы подумали что будем ехать спокойно и вот получилось что оказывается надо заменить ремень в этой поездке были ребята и сервисы берки которые быстро нашли поломку и устранили ее спасибо им огромное пока меняли ремень остальная часть команды решила протестить новый maverickr новый maverickr это другое поколение машин раньше я помню когда мы ездили на первых тракстерах командирах нам казалось что это ураган какая скорость но были ограничены возможности вот и с каждым годом берпи дорабатывали эти моменты ход подвески увеличивали мощность двигателя и так далее но вот сейчас прям я думаю что это прорыв то есть это из скажем так физических возможностей это уже предел но лично по моим ощущениям то есть когда ты 100 километров в час заходишь поворот и как бы машина выравнивает все твои ошибки это конечно это большого стоит починив неисправный автомобиль мы двинулись на следующую точку нашего маршрута мы приехали на локацию которая называется карактау хребет карактау это самая высокая точка в восточной части козылкумов 388 метров сегодня у нас здесь сейчас у нас ланчевка и едем дальше еще шестьдесят процентов пути впереди поистине потрясающее место мы выдвигаемся до следующей точке нашего маршрута это базовый лагерь шахтер вот этих маленьких спусту поеду был все аж это чувство свободного полета на скорости по газам и вы вылетает от все отъемы но у меня конечно полный восторг как бы все мои ожидания были не только они были перевыполнены да и вот впервые я стоял на месте так где во все стороны абсолютно было абсолютно ничего никакого поселения до никакого леса абсолютно ничего и это это очень круто вечером раскинули палатки отужинали вкуснейший плов и наслаждались музыкальной программой и а и и и и и Продолжение следует...